Итак, мы продолжаем. Нам нужно немножко остановиться на фигуре самого Кришны. Мы сказали, что он все привлекающий. Мы говорили о том, что Кришна является очень известным героем в индийской культуре, в эпосе. В первую очередь он известен по произведению Бхагавадгита. Изучая кришнаитов, мы не можем обойти стороной две темы, такие как кто такой Кришна и что такое Бхагавадгита. Итак, Кришна. На санскрите это черный или темный. Самая популярная фигура и впервые он появляется, как я уже сказал, в Бхагавадгите. Из Бхагавадгита является частью большого эпоса сказания о Бхаратах или Махабхарате. Возможно, вы слышали такое произведение или такое название. Все это произведение, по-моему, еще до сих пор не переведено на русский язык, но в каких-то частях или в каких-то сокращениях уже многое можно прочитать. Итак, это сказания об определенном роде Бхаратов, которые воевали друг с другом. В конечном итоге они, ну практически, большая часть их была уничтожена братьями-пандавами из этого рода Бхаратов. И вот это Махабхарата «Великое сказание» как раз рассказывает об этом историческом процессе. Абхагавадгита или песня Господня, то есть песня Кришны, песня Кришны о том, как достичь Бога. На самом деле это можно сказать как стоп-кадр. Это некий момент, когда, представляете такое событие, Арджуна, предводитель пандавов, некоторых из рода Бхаратов, должен воевать со своими родственниками за власть. И вот два войска выстроены друг напротив друга, люди, какие-то эпические герои, те, кто побеждал злых духов и демонов, вдруг должны биться друг с другом, вдруг должны биться за что-то материальное, за власть. И Арджуна не знает, как ему поступить. Убивать ли своих родичей за власть или отдать эту власть, потому что жизнь ценнее. И его возничим, возничим в колеснице. Знаете, как у римлян были такие колесницы, где был один возничий, лучник. В возничим у Арджуны был сам Кришна. И вот Кришна как бы останавливает момент перед битвой и начинает объяснять Арджуне, в чем смысл жизни, в чем смысл служения Богу. И он рассказывает ему о трех путях, каким образом человек может прийти к Богу. И вот это действительно является самым или наиболее известным произведением в Индии, Бхагавадгита. Как вы видите, объем достаточно невелик, то есть прочитать это небольшой труд. Но это произведение очень интересно по своей сути, по содержанию, по вопросам, которые здесь затрагиваются. И, конечно же, просто прочитать Бхагавадгиту весьма трудно, потому что там очень много ссылок на древний индийский эпос, на ту же самую Махабхарату. Большое количество таких говорящих сами за себя имен. И поэтому, если вы прочитаете Бхагавадгиту в каком-нибудь переводе, например, в переводе Семенцова, и прочитаете какие-то комментарии, традиционные классические научные комментарии, вы действительно удивитесь, насколько глубоко это произведение, насколько оно интересно. Но для кришнаитов под руководством Прабхупада было важнее всего показать не саму суть или глубину этого произведения. Дело в том, что Бхагавадгита используется многими учителями, многими школами, которые вычленяют в этой песне Господней как бы каждое свое. Этим же путем пошел и Прабхупада. Он и решил показать, что главное Бхагавадгите – это преданное служение Богу или Бхакте-йога. Йога любовного служения. Йога настолько полного посвящения и преданного служения Богу, которое собой затмевает или выделяет все остальные виды освобождения, которые только есть в индуизме или которые есть только в восточной философии. Итак, Кришна. Кришна предстает здесь нам как возничий, как божественная аватара, как божество, поскольку когда уже Арджуна усомнился в том, кто есть Кришна, Кришна открыл ему свои божественные энергии, показал ему в таком неком мистическом восприятии, что он есть тот самый Бог или божество, которое сотворило всю эту вселенную. Но Кришна еще представляет в эпических произведениях и как молодой юноша, который в других произведениях, который вместе со своим братом Баларамой он принимал некое участие в жизни общества. То есть, сначала он был ребенком, и Кришну изображают таким очень милым, очень приятно выглядящим ребенком, и говорят, что любая мать, посмотрев на него, сразу же умиляется и сразу же хочет любить такого дитя. Он изображается в виде молодого юноши, игры которого с возлюбленными. Знаете, очень много странных и нехороших, неточных комментариев на кришнаитов. В одном интересном таком комментарии. Кришна, он, так сказать, играл, развлекался, танцевал с пастушками, с молодыми девушками, которые пасли коров. В принципе, пасть ба коров – это достаточно такое нормальное занятие. И все эти игры воспринимаются в индийской культуре как такое очень духовное. Они еще называются лилу или божественные игры, которые олицетворяют тесную связь с Богом, преданную любовь, непроходящую преданность и так далее. И один комментатор вместо пастушек стал описывать, как доярки танцевали с черным Кришной. Вот, знаете, так было сразу разбито всяческие такие иллюзии. Ну, как-то вот не пастушки, а такие доярки. И у нас сразу же такой синонимический ряд выстраивается, такая мощная тетка. На самом деле, все там представлялось очень нежно, очень так по-юношески, но с некоторыми, конечно, с некоторыми странностями для западного мировоззрения. Потому что немножко о его рождении. Кришна родился в Матхуре, где его отец Васудева был министром при дворе злого правителя Камсы. Кстати, в индийской культуре все эти имена, они стали уже буквально нарицательными. То есть, злой Камса, да, вот как у нас в русском языке Иуда. Мы понимаем, мы же не называем, мы понимаем, что Иуда, да, вот был как апостол, у нас есть послание от Иуды, так, и тот, кто предал Христа. Но в языке, в русском языке закрепился Иуда, то есть предатель. Так вот, злой Камса, как олицетворение зла. И так, Камса как-то узнал, это вообще большая история, узнал, что у Васудевы и его жены Деваки произойдет, они произведут потомство, которое, сына, который в конечном итоге убьет Камсу. И поэтому, как во всех сказках, злой царь, злой правитель решил предотвратить это путем убиения всего потомства. То есть что он сделал? Он стал убивать всех детей Васудевы и Деваки, но у Чуда шестой, то есть седьмой и восьмой, седьмые и восьмые дети, сыновья Васудевы и Деваки чудесным образом были спасены. Это был Баларама и Кришна. И дело в том, что Камса не просто как-то вот пытался предотвратить, а он еще поместил под стражу эту семью. И неким таким чудесным образом на эту стражу был наведен сон. И Васудева смог перевести своих детей, своих двоих сыновей через реку Емуна в другую семью, в приемную семью, где они чудом спаслись у пастуха Ананды и его жены Ешоды. И вот эта приемная семья стала приемной для Кришны, для маленького Кришны, его брата Баларамы. Дело в том, что в детстве Кришна обладал таким не просто озорным, а таким неспокойным характером. И все это перемежалось с такими эпическими рассказами о его божестве. Например, один раз Ешода увидела, что Кришна просто наелся грязи, и она решила открыть его рот, ну как бы просто избавить ребенка от грязи. И тогда, когда Кришна открыл рот, Ешода увидела всю вселенную в его рту. Ну и много таких вот эпических сказаний про Кришну, про его детство. Кришна в детстве был, как я уже говорил, озорным ребенком. Немножечко так крал то молоко, то сметану. Значит, вел такой неспокойный, стандартный для детей образ жизни. Но мы должны понимать, что это явление или аватара самого Бога. И в данном случае Бог, если в христианстве мы говорим о том, что Христос был искушен во всем, кроме греха, то у кришнаитов такого не присутствует. У них присутствует другое качество. То есть, Бог все привлекающий по своему виду, по своим действиям. И еще одна интересная вещь. Он совершенен во всем. То есть, говорится о том, что Бог совершенен даже в своих играх, даже в своей игре, даже в обмане. Если кто-то сядет с ним играть в карты, он никогда с ним не выиграет. Потому что Бог может его обыграть в любом случае. Интересный момент тоже вот для понимания Бога и в сравнении с христианским богословием. Как я уже говорил, Кришна рос в обществе еще других людей. Там были пастушки, как их называют, гопии. Самая уже традиционного воспринимания, самая любимая его девушка, то есть, с кем он больше всего общался, или с кем он, кто любил его больше всего, даже лучше так сказать, была пастушка по имени Радхи. Но не только она хотела танцевать и быть любимой Кришной. А все девушки, все пастушки в регионе, где он жил, тоже хотели быть вместе с ним. И поэтому каждый из них, хотя они даже имели уже и мужей, ночью мечтали как бы выпорхнуть из дома для того, чтобы потанцевать с Кришной, для того, чтобы придаться общению с этим юношей. И Кришна, зная и видя, как все желают, и как он всех привлекает, он как бы метафизически разделялся и танцевал с каждой из них, и каждой из них казалось, что он танцует именно с ней. Тоже достаточно странный какой-то, какой-то странный бог, то есть, он так привлекает замужних девушек, женщин, танцует с ними, и не только. И вот как-то не укладывается в наше восприятие. Но здесь нужно понимать, что для них, для кришнаитов и для людей, которые слушают эти истории и понимают эту историю, главным является не сам факт нарушения неких этических принципов, которые уже устроены в обществе. Дело в том, что у нас есть 10 заповедей. Там важнее другой момент. Важнее именно преданная любовь, которая проявляется у людей в отношении к Кришне. То есть, не сами действия, а та сила, с помощью которой Кришна привлекает людей, с помощью которой люди отвечают Кришне на его все привлекающие энергии. Так вот, некоторой параллелью с этими моментами, как мне кажется, явились потом уже глубокие, глубинные проблемы в самом обществе. Помните, я говорил о том, что Прабхупада стал проведать в западном обществе? Представляете, в западном обществе людям рассказывают о том, что... о любовных играх Кришна. Сами последовательно читают о том, как Кришна, например, вместе со своим братом Баларамой решили подшутить над девушками. И когда те купались, они спрятали их одежду. И вот спрятав их одежду, девушки стали выходить. Они стали говорить, ай-яй-яй, где же наша одежда, что такое, кто украл? Они говорят, ах, это мы. Говорят, верните нам одежду. Да нет, ни в коем случае. Вы должны выйти, и вот как бы мы хотим посмотреть. А те говорят, ну как же это все непристойно, все это нехорошо. Ну, в конечном итоге уговорились на то, что те не просто пройдут, а еще должны держать руки за головой, то есть не должны закрываться. Представляете, Кришнаиты, то есть они, не имея воспитания того, да, вот восточной традиции, имея западное воспитание, читают эти тексты. На что это им будет похоже? Воспаление каких чувств происходит? Понятное дело. И вдруг он говорит, а, вот чувствуете силу вашего влечения, вашего желания, да? Так вот, вот эту силу вы должны направить не на женщину, а на Бога. Понимаете? То есть вы должны, то есть вы так должны желать Бога, как истово вы желаете женщину в самых таких вот своих интимных чувствах. То есть здесь нужно как бы сместить объект. То есть Кришна должен быть так желаем человеком. И все, что в этом мире происходит, должно происходить только через обращение к Кришне. Знаете, как бы вот так метафизически подумать, да, как бы интересная идея тогда получается. Действительно ведь мы говорим о том, что наша любовь к Богу должна быть всепроникающей, и мы должны возлюбить Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением своим. Но наша любовь должна иметь этические границы. Совершенно верно. И это говорится в десяти заповедях. И это очень важно. И как бы мы не объясняли свое влечение к Богу, и свои пристрастия, Христос говорит о том, что человек может согрешить даже своим взглядом. Что человек согрешает сначала в голове, потом это все дело воплощает. И человек, говорящий, оскорбляющий даже своего брата, или смотрящий на женщину с вожделением, он тоже уже согрешает. Какая интересная мысль, какое интересное сравнение. Но в отношении Кришны работают другие принципы. И опять же напомню, что это слишком далекие системы. Когда кришнаиты хотят совместить христианство и кришнаизм вместе, это получается лишь на поверхностном уровне. Как только мы начинаем изучать, мы понимаем, это разные системы. Они никак не сходятся. Ни по смыслу, ни по содержанию, ни по тем целям, которые несут в себе. Ни даже по тем примерам, которые мы имеем. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Кришна жил какое-то время. Как я уже говорил, он участвовал в битве на поле Куру. Он помог Арджуне победить, во-первых, понять смысл жизни, во-вторых, победить в этой битве. Кришна потом какое-то время жил и занимался медитацией. И однажды, как говорится, он, как ни странно, был убит. Во время медитации в лесу охотник принял его за оленя, пустил копье и убил Кришну. То есть нерожденный был рожден, несогрешающий нарушал этические нормы и бессмертный умер. Есть такая шутка по поводу Кришны. То есть так вот получается. Но для Прабхупада, для Кришнаитов он образ и цель во всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин